Светлана Франция Культуре ведения канала И также было продолжение у этого вопроса Я не буду цитировать все точно И называть имя того, кто написал Но смысл был в том, что смотрела блогера Был такой, и со временем изменился И не нравится, и отписалась, и больше не смотрю Давайте сегодня просто поговорим о культуре ведения канала О ютубе, о моем канале, о тех блогерах Которых я смотрю и не смотрю Я не буду сегодня вдаваться в подробности Или переходить на личности Нет, это не мое Но просто поболтаем между нами и девочками Кому интересно, оставайтесь Итак, ютуб Это такая большая платформа На которой каждый делает то, что ему хочется В рамках дозволенности То есть то, что вам дозволил ютуб Вы можете и делать Вы можете самовыражаться Здесь вы можете увидеть все, что хотите Все, что не хотите И больше Это такая платформа, где вы можете Осуществить то, что вы даже не думали осуществлять В общем, я думаю, что вы поняли Поэтому, когда мне пишут такие комментарии Я вот вас смотрела, а теперь вы мне не нравитесь Я всегда отвечаю Ютуб, он такой большой Что вы найдете на ваш вкус и на ваш цвет Обязательно кого-то и двери не заперты Но каждый ведет свой канал Так, как он это чувствует И так, как он это хочет Я считаю, что нет ни одного похожего на другого блогера То есть вы можете копировать Вы можете делать тот же контент Такого много Если это бьюти, то есть миллионы блогеров Которые рассказывают и показывают бьюти продукты Если это влоговый канал, то влоги Если это какое-то потрясти крязным бельем Что сейчас очень пользуются на Ютубе То да Ну, каждый выбирает Когда вы начинаете вести свой канал Я думаю, что в голове у вас уже есть какой-то план и мысли То, что вы хотите дать Или это заработать абонентов И просто-напросто рассказывать о чем-то шокирующем Или вам нравится косметика Вам нравится какое-то другое русло Там фэшн, мода Вы рассказываете об этом Или просто ходите по магазинам Показываете новые коллекции Рассказываете цены Рассказываете тенденции цвета, кроя Это сейчас тоже очень пользуются Многие даже себя не показывают Просто показывают коллекции, моды Или, например, деко Также идут в Икею Икеа Идут в какие-то дизайнерские магазины Показывают тенденции То есть вы ищите на Ютубе Все, что вы хотите И все, что вы желаете Все, что вам нравится Ну, сегодня о культуре ведения моего канала То есть немножко обо мне Вы знаете, мои хорошие Я открывала канал Когда хотела немножко, наверное Изменить что-то в своей жизни Реализоваться, попробовать Меня очень-очень привлекает Я уже не раз говорила Фотография и монтаж Поэтому мне очень нравились блогеры Которые преподают информацию И чтобы она была Подача была очень красивой Я обожала блогера Катя Хилберг По-моему, так ее звали Я, если сделала ошибку в фамилии Извините меня, пожалуйста Это мой был самый, наверное, любимый блогер Которого я смотрела Который меня вдохновлял Но, к сожалению, таких блогеров Очень мало И если вы знаете кого-то похожего на нее То обязательно напишите мне Я буду вам очень благодарна Кто снимает В чьих видео есть информация И это так красиво Ты просто сидишь и смотришь Как маленький фильм Я не люблю Я не хочу сейчас никого обидеть Не оскорбить ни в коем случае Каждый имеет право делать то, что он желает Я не люблю на простой слив видео Так я его называю Наговорили Наснимали Все, никакого монтажа Просто-напросто Да, есть и такое Кто-то смотрит Кому-то не нравятся вот такие Может сказать, кавычка Может, постановочные видео С красотой С музыкой С эффектами Но я за это Это больше всего меня и привлекает На ютюбе Также я смотрю и бьюти-блогеров Но на данный момент Честно вам скажу Наверное, сейчас кого-то Может быть Огорчу Но я начинаю Охладевать косметики Не знаю Наверное, перенасытилась Может быть Будет другой скачок Другой подъем Кое-что у меня есть Какие-то новинки Но почему-то Наверное, может быть Я считаю, что я Не вправе вам рассказывать И показывать Какие-то бьюти-штуки Такие Вот прям делать обзорные видео Когда я не Как говорят французы Не в этой воде, наверное, да Я думаю, что есть Множество-множество Бьюти-блогеров Косметологов Которые расскажут И покажут вам Все идеально Все правильно Все сознанием Самое главное Поэтому я показываю Иногда то, что я покупаю Для именно моих девчонок Которые постоянно смотрят меня Которые спрашивают меня Которым интересен Интересно я Интересен мой контент Я буду показывать И продолжать Ну, какие-то вот такие Прям большие обзоры Парфюмерии Или косметики Вряд ли я буду это делать В общем, напишите вам Интересно или нет А сейчас вообще Я могу сказать, что У меня осталось Очень-очень мало Блогеров Которых я смотрю И зачистка идет постоянно Не знаю, как вы Но очень часто Те блогеры Которых я смотрела Несколько лет назад Как-то уже не актуальны Для меня То есть, наверное Мы с возрастом меняемся Меняются наши предпочтения Мысли Видения этой жизни Я думаю, что И с моим каналом Так же происходит Кто-то смотрел меня Потом это все Надоедает, наверное И кто-то уходит Приходит на его место Новый В общем Меняется свой канал Меняется сам канал То есть, ну Я считаю, что Канал должен меняться Должно быть что-то новое Не должен быть Какой-то застой То есть Вы должны Видеть прогресс В монтаже Вы должны видеть Прогресс В Качестве видео И я не говорю сегодня Обо мне Мне еще над этим Работать и работать Но Именно Вот так я сегодня Вижу культуру Введения канала Я считаю, что Блогер должен Нести информацию Он должен Делать Красивые Это только на мой взгляд Красивые Видео Приятные Для глаза То есть В человеке все должно Быть прекрасно Помните Он должен Он должен Уважать Своего зрителя И Я считаю, что Он должен Уважать Своих коллег Блогеров То, что Вы никогда Не услышите От меня И не увидите На канале Это вот Посиделки Где бы я Буду Лить грязь Поливать грязью Какого-то блогера Критиковать Или Говорить о том А он ведет Вот так Свой канал И мне неинтересно Я веду Вот так Никогда В жизни Я считаю Это Просто Некультурным Я считаю Это мелочным И я считаю Что Ну Значит Есть проблемы Не У того блогера Которого Ты обсуждаешь А у тебя Самого Поэтому Этого Вы никогда Не дождетесь От меня Я Не буду Никогда Сливать Сырые Видео Так сказать Для меня Важен Монтаж Для меня Важна Я не говорю Идеальная Но то Что я Сегодня Делаю Пусть у меня Даже Мало На это Времени Но я Вкладываю Душу В свои Видео И если Я буду Продолжать Вести канал То я буду Продолжать Вкладывать Душу Я не буду Никогда Наверное Показывать Грязное Белье Показывать Мое Плохое Настроение И это Не мой Контент И Да У каждого Свой Ютуб У каждого Свой Канал Каждый Каждый Войдя В эту Креалицию Так хочется Сказать В эту Семью Блогеров Он Видит Себя По-своему Он Хочет Видеть Свой Канал И он Хочет По-разному Всего По-разному Кто-то Идет Как я уже Сказала Для того Чтобы заработать Деньги Кто-то Идет Для того Чтобы Общаться Кто-то Идет Чтобы Показывать То что Он Умеет И Может быть Немножко С коммерческой Точки Зрения Потом Развивается Свой Бизнес И так Далее А кто-то Просто делает И ведет Свой канал Для хобби И Может быть Это Приведет К чему-то А может Быть Нет Тысячи Множества Каналов Закрываются Но в Ютюбе Есть Как и положительные И не раз Уже Не только я И многие блогеры Рассказывали Но так И отрицательные Стороны Ютюба На Ютюбе Когда ты Открываешь Свой канал Нужно Быть Сильной Личностью Нужно Не Поддаваться Многому Нужно Пропускать И фильтровать Очень многое Я думаю Что вы поняли О чем я сегодня Говорю И Я думаю Что Когда вы Уже На этом пути Будьте Сильными И потом Все это Будет Как Панера над Парижем Или как это выражение Пролетать мимо Сначала Может быть Да Критика И Такая Жесткая критика Будет где-то Оседать Вам будет Тяжело Вам будет Вы будете Об этом думать Ну поверьте Со временем Вы даже не будете Обращать на это Внимание Это будет у вас Вызывать иронию Улыбку И просто Боже Сколько Людей Столько И мнений Поэтому Я хочу вас Сегодня Призвать Наверное Молодые блогеры Не только молодые блогеры Девушки Женщины Мужчины Ведите свой канал С любовью Ведите его так Как вы считаете Это нужным И Не только так Как вам пишут Сейчас множество Сайтов Продвижения Что надо Вот делать то Надо делать другое Понимаете Вы можете это все делать И канал может развиться Но Я же как вот зритель Когда я смотрю Все вот Как надо Ну Понимаете Надоедает Да Надоедает Но в то же время Вкладывайте душу Вкладывайте что-то в свое Ищите что-то свое И Если хочется Ведите Если не хочется Закрывайте Если хочется Возобновить канал По второму По третьему разу Да Никто Никаких прописных Правил Вам Не предъявлял Никаких контрактов Поэтому Делайте все Что хотите Ну Самое важное Уважайте Зрителя И Уважайте себя Как блогера Если Вот Вы будете Уважать То все Будет Хорошо Так же Часто Мне задается Вопрос Кого из Блогеров Я смотрю Как я уже сказала Сейчас времени Очень мало Смотрю Блогеров Только Вот С таких Кратких Маленьких Перерывок Когда например Наношу макияж Или Завтракаю Или Не знаю Что-то делаю По дому Если есть возможность Поставить планшет И в то же время Смотреть Смотрю Но это вот Просто минуты Минуты Хотелось бы Может быть Смотреть многое Потому что Я считаю Что Ютуб Многому нас учит На многое Он нас Как бы сказала Толкает На ненужные траты На ненужную Покупку вещей Может быть На какую-то Кульпабилизацию На Выискиванные Недостатки В себе И в то же время Он нас мотивирует Он нас учит Мы Познаем мир Понимаете Потому что Есть множество Множество Людей Которые Не имеют Возможности Путешествовать Не имеют Возможности Видеть Другой мир То что Для меня Уже сейчас Во Франции Банально Многие люди Пишут А вот это так Как интересно И так далее Многие не могут Поехать на каникулы Или просто Пообщаться Проводят праздники Наедине С собой Или Может быть Мотивация На что-то хорошее Изменить себя Изменить свой дом Изменить свою внешность Это же так здорово Но самое главное Это общение Поэтому Давайте общаться Давайте уважать Друг друга И Да Влогеров я смотрю Но их осталось Совсем мало Если хотите То напишите мне Под видео Обязательно Я сделаю Такое видео Потому что Давно вы меня Бросите Но Нужно собраться С силами С временем И чтобы никого Не обидеть Не задеть Ну я вообще Такой человек Не конфликтный Поэтому я сказала Что я уже Критиковать никогда Никого не буду А у меня к вам Один большой вопрос И Одна большая просьба Напишите Одного Самого Любимого Блогера Какой Является Ваш Самый Любимый Блогер И если Мне он Понравится То И он Будет Моим Любимым Блогером Так что Я всех Целую Обнимаю Спасибо вам Большое Заранее Подписывайтесь На мой канал Кнопка Внизу Мне будет Очень приятно Также Маленький Привет От вас Мне Это лайк И подписка И это И есть Ваш Подарок Мне И Я вам Говорю за это Огромное Спасибо Ну все Увидимся В новых Видео Я вас Целую Обнимаю И до Новых Встреч На моем Канале Ваша Светлана Франция Всем пока